12 декабря в день Конституции Российской Федерации в здании администрации Фокина состоялось торжественное вручение паспортов молодым гражданам России. Подробнее о событии расскажем в нашем следующем сюжете. В этом году наша страна отмечает 30-летие со дня принятия действующей Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года по результатам всенародного голосования был одобрен основной закон нашей страны. В этот важный праздничный день для страны в торжественной обстановке в здании администрации Фокина 14 юным гражданам России вручили их первые паспорта. Значимость момента с ребятами разделили представители администрации, волонтеры и родители. Мероприятие началось с поздравления всех присутствующих с Днем Конституции Российской Федерации. Ведущие с особым патриотизмом рассказали об истории принятия Конституции, а также важных моментах в основном законе страны, которые должны знать граждане, достигшие 14 лет. Глава городского округа обратился к подросткам с приветственной речью. Александр Баранов отметил, что теперь ребята несут ответственность как перед собой, так и перед своим государством. У них появляются новые права и обязанности. В день нашей Конституции вы получаете документ «Паспорт гражданина Российской Федерации». И оно накладывает, получение этого документа накладывает на вас и ответственность, поскольку вы представляете не просто самого себя, вы представляете государство. Я поздравляю вас с этим знаменательным событием. Хочу пожелать вам, чтобы вы были настоящими гражданами Российской Федерации, чтили ее законы, готовые мальчики в последующем встать на защиту Родины, девушкам получать образование, быть настоящими гражданками нашего великого государства. Праздником вас! К поздравлениям присоединился заместитель главы по социальным вопросам. Дмитрий Бобер поздравил юноши и девушек со знаменательным событием в их жизни. Везде, где вы будете потом, предъявляя этот документ, вы подтверждаете о том, что вы представители большой, великой страны. И пускай у вас это останется в душе, в сердцах, где бы вы ни находились. То есть, каким бы с трудностями вы ни сталкивались, к чему вы у вас там, скажем так, недобропорядочные наши соседи склоняли. Вы граждане России. Это очень великое звание. Прозвучал гимн. И организаторы мероприятия приступили к церемонии вручения паспортов. Ответственной за вручение документа стала начальник отделения по вопросам миграции Елена Бачурина. Поставив отрепетированную накануне подпись, юный гражданин получил из рук главы муниципалитета свой долгожданный паспорт и Конституцию Российской Федерации. Вместе с главным документом гражданина ребята получили не только свои права, но и обязанности. Некоторые из них поделились своими впечатлениями. Такое знаменательное событие. Всю жизнь ждешь, и оно уже никогда не повторится. Некое волнение, наверное, какая-то радость, то, что я родился в России, то, что я достиг этого возраста, становление гражданином Российской Федерации. Мама рассказывала мне о том, что я сама несу ответственность теперь за свои поступки. Было немного страшно выходить, мало ли упаду, споткнусь. Было еще страшно подписывать подпись в паспорте, вдруг я там, не знаю, как-то не так, что ли, спеши, потому что я очень сильно волновалась. Когда я получила паспорт, я почувствовала уверенность в себе и гордость за себя. Очень почетно получить паспорт в День Конституции России. Обрести основной документ гражданина – это первый шаг во взрослую жизнь. Важно быть достойными жителями нашей страны. И в это непростое время с уважением и честью носить гордое звание гражданина Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова